Добрый день, дорогие друзья! С вами Ольга, вы на канале Питерский сад. Сегодня у нас 27 октября. И как мы наблюдаем за нашей погодой, все цветочки у нас уже померли. Петуния отпетунилась, гортензия отгортезилась, но мои хризантемы еще продолжают свести. И, конечно, я не могу на это не нарадоваться. Но поскольку я сегодня хочу снять ролик о их хранении, потому что уже подошло время их выкапывать и сохранять. И ролик будет именно об этом, о способах хранения хризантем мультифлор и хризантем корейских. Перед вами хризантема помыла бронз. Это высокорослая хризантема. У нас уже, конечно, были заморозки и 0, и минус 2, и даже минус 4. Видите, она уже пожухла, и лист у нее стал уже темнеть. Ее я буду выкапывать и отправлять зимовать в парни. Как я это буду делать, вам покажу. Это хризантема мультифлора бронхала. Шикарный сорт хризантемы. Здесь посажен всего лишь один черенок. Вы видите, какой огромный красивенный куст. Ее я выкапывать не буду. И следующую хризантему, которая называется ивона, я тоже выкапывать не буду. Объясню, почему. Почему? Поскольку здесь у меня посажены розы, розы нуждаются в укрытии. Я их на зиму буду обрезать, нагибать и укрывать. Укрывать буду спонбоном и лапником. Соответственно, хризантемы здесь подсажены под розы. Я их просто обрежу, накрою банками, и также под спонбон вместе с розами они уйдут у меня зимовать. Этот способ мной проверен еще в том году. Вот эти вот черенки были оставлены, точнее не черенки, а маточники, оставлены с прошлого года. И они прекрасно у меня перезимовали. Еще один способ, о котором я вам хочу рассказать, добавить хочу. Ну, те сорта, которые для вас наиболее важны и ценны, и у вас, предположим, всего лишь один сорт. У меня их много, поэтому я могу так сказать, экспериментировать. Вот, предположим, я приобрела вот такой вот сорт горит свет. Он у меня один. Конечно, я боюсь его оставлять в грунте, поэтому я его также выкапываю, посадила его в горшок и отправляю зимовать в парник до тех температур, когда на улице у нас уже не будет, точнее будет минус 7, минус 10. Потом я отнесу это в подвал. Если вам это интересно, пересмотрите ролик, у меня там подробно об этом рассказано. Такой же способ, которым я пользовалась, также в прошлом году, и у меня они прекрасно перезимовали. Вы видите, здесь посадочка молодых розочек, и между ними я вот уже сейчас вкопала сюда хризантему, очистила ее полностью. Это тоже хризантема мультифлора, треки вайт. Также вторая хризантема. Ну, где было местечко, вот я их вкопала. Также их накрою банками, и когда уже придет время укрытия роз, также они будут под дугами и под спонбоном. Я сейчас стою у своей клумбы, на которой также растет хризантема мультифлора, которая называется эльф желтый. Почему я вам ее показываю? Вот для того, чтобы определить, что уже пора ее, конечно, выкапывать, высаживать в горшок, и потом убирать в подвал, посмотрите, она уже пожухла, от дождей замокла, и начинает темнеть. То есть пришло время убирать наши хризантемы с грунта. Еще одна клумба, на которой у меня росли хризантемы. Я вчера буквально приводила ее в порядок. Друзья, еще один из способов укрытия хризантем, поскольку у меня их много, вы знаете, кто смотрит мои ролики, то я несколько штук оставляю всегда в грунте. Ну, как говорится, на авось, что будет. Но, тем не менее, в прошлом году у меня очень хорошо перезимовали хризантемы мыфтифлора. Видите, обрезку я уже сделала. Хризантем. Экземпляры, которые мне хотелось сохранить, конечно, я буду выкапывать и сохранять у себя в подвале. А как я накрывала в том году и буду делать точно так же, я вам сейчас покажу. Сделана обрезка. Затем мы немножко их вот так вот землей прерываем. посильнее таким холмиком, потому что вы знаете, что хризантемы мультифлоры, да и вообще все хризантемы, не столько боятся мороза, сколько боятся замокания. Поэтому очистили их, обрезали. И вот берем обычную пятилитровую бутылку. Она у меня обрезана. И вот таким вот способом, вот, вместе с названием хризантемы, закрываем. И потом так же, если вы боитесь, что она замерзнет, можно закрыть землей. Ну, а поскольку здесь будет снег, я надеюсь, она вся будет накрыта снегом. И у меня они вот так позимовали. Либо еще один способ. Берем ведро и накрываем так же ведром. Ну, это, конечно, в том случае, если у нас будет снежная зима. А если она будет бесснежная, то... Киртек. Как говорится, что будет. Перед вами вдоль моего бордюра посажена хризантема мультифлора Бронбич Коралл. Она тоже от мороза немножко уже пожелтела. Так она очень красивого кораллового цвета. Здесь тоже находятся два маточника, которые у меня так же зимовали на моей клумбе. Как это было сделано? Здесь находится бетонный бордюр. Он, конечно, дает холод от снега и от минусовых температур. Но вот вы прекрасно видите, вот я вам показываю, вот здесь у меня вкопан, точнее, не у меня, а у мужа, вкопан пенопласт по всему периметру этого бордюра. Поэтому является хорошей защитой для того, чтобы этим хризантемам было тепло. Я их также буду обрезать, накрывать банками. И сверху накрою лапником и толстым слоем спанбона. Ну, а потом здесь будет чиститься снег, и снегом будет это все заваливаться. Еще одна красота, которая у меня растет на клумбе вдоль моего бордюра. Это тоже мультифлора, которая называется эльф желтый. Очень хороший сорт. Правда, он распускается немножко позднее. Но, тем не менее, сейчас уже ничего не цветет, а эти хризантемы продолжают цвести яркими вот такими вот сочными букетами. Пройдемте в парник, покажу, как у меня высажены хризантемы уже в парнике для зимовки. Мы дошли до места зимовки моих хризантем, которые я оставляю зимовать в парнике. Вот посмотрите, они все у меня обрезаны. Вот это вот Виктория хризантема, высокорослая, крупноцветковая. Это хамелеон. Так, это коралловый помпон. Наваре. И когда уже будут заморозки, минус 7, повторяюсь, на улице постоянно, тогда я их уже унесу в подвал. А эти хризантемы, которые у меня вкопаны в грунте, я буду делать вот таким вот образом. Ставлю ящик на них. Вот такой. И накрываю толстенным спонбоном. Можно в два ряда. Можно потом еще накинуть какое-то одеяло. И они у меня зимовали вот так всю зиму. И прекрасно все получилось. Хотя на улице были морозы. Даже, Саша, сколько? 20-25 было у нас в прошлом году. А по воскресеньям и по 30. Да нет, Саша, я не шучу. Было, было. Вот. Поэтому я вам рассказала про несколько способов хранения и зимовки мои хризантем, и мультифлор, и карельский хризантем. И я осталась довольна. Все у меня как бы перезимовало. Всего доброго. До новых встреч. С вами была Ольга. Всем здоровья. Ну, хорошей зимовки вашим хризантем. До свидания.